Всем привет! Ну что, кончился мой отпуск и началась обыкновенная сумасшедшая жизнь. И я, тем не менее, хочу не прервать свои видео и по возможности делать хотя бы один раз в неделю. Хотелось бы, конечно, побольше, но вы сами знаете, когда приезжаешь из отпуска, какой дурдом. Начинаются чемоданы, тем более сейчас мы меняем летние вещи, зимние и так далее. Хотя ещё тепло, 19 градусов в нём. Так вот, я хотела сделать небольшую серию своих новинок парфюмов. У меня 4 новых аромата, которые не являются новинками на рынке, но они для меня новые. И что они для меня значат, что они представляют из себя, вот это я с вами хотела обсудить. Я нашла описание, одно, которое очень точно описывает, по крайней мере, два из этих аромата. И вот сегодня я хотела с вами поделиться. И это видео об этом парфюме, Джо Малон, Мимоза и Кардамон. И что я считаю, это из себя представляет. Как я уже сказала, это не новинка на рынке. Он был создан в сентябре 2015 года парфюмером Мария Саламан. И здесь три основные ноты. Вы знаете, когда читаете описание парфюма, всегда пишут верхние ноты такая-такая-такая-такая. Базовые ноты такая-такая-такая. А здесь одна. Верхняя нота Кардамон. Средняя нота Мимоза. И базовые ноты Бабы Тонко. Что такое Бабы Тонко, я не знаю, никогда не чувствую. Я вообще его купила, вы знаете, еще весной. Я побрызгалась, я пробовала. И у меня как-то все руки не доходили сделать описание, поговорить о нем. Вообще это очень летний, очень нежный аромат, очень приятный. Мимоза. Здесь такое хорошее, элегантное сочетание вот этих двух ароматов, которые мне бы, например, в голову не пришлось смешать. Но вы знаете, у Джо Мала очень много удивительных сочетаний разнообразных, которые необычны сами по себе. Уже как бы огурец с чем-то, еще там что-то. И какие-то необычные сочетания, которые, казалось бы, нормальным человеку к голове не придут. Ну, на то это и Джо Малон. Мне вообще все его ароматы нравятся. Некоторые абсолютно не для меня, хотя они мне все равно нравятся. И вы знаете, я посмотрела описание на сайте многих из тех, которые мне нравятся ароматы, и думаю, они же все-таки разные, но что-то там есть такое. Это, в общем-то, цветочные восточные. Я так поняла. Это раньше у меня был там фреш, и потом был период жизни, когда мне было 30 с чем-то там, 35 до 40 лет. Это были какие-то тяжеловатые такие запахи. А потом вот это. Цветочные восточные группы это. Итак, и страна, где дизайнер это сделал, это Великобритания. Вот, это юнисекс-композиция, хотя я бы сказала, что это все равно для женщин. Это для женщин, может быть, даже помоложе, чем я. Это точно подойдет девушкам на весну и на лето. Сейчас я забегаю очень даже вперед. Мы еще только в сентябре, уже в октябре завтра. Но, тем не менее, как-то получилось так, что именно этот аромат был создан в сентябре. И что здесь о нем написано? Тонкий солнечный букет завораживает золотисто-сладкой дымкой мимозы, грациозно окутывающей пикантные блики свежемолотого кардамона. Вы знаете, это так точно. Оба этих запаха по отдельности я люблю. И мимозу, и кардамон. Я его в кофе добавляю. И я считаю, что вот это сочетание, оно очень умное. Это два очень противоположных тонких аромата. Но их дополнение вместе, это настолько умно, настолько приятно. Оно какой-то, знаете, дает сливочную ноту даже. И, в общем-то, здесь как-то это облагораживает древесина сандала, вот этот вот запах. Чувственная дамасская роза превосходно оттеняет цветочно-пряные нюансы, мягко растворяясь в завораживающих переливах нежных бобов тонко. Элегантный мимоза и кардамон аромат – это воплощение ласковых солнечных лучей. Вот так это описывается. Светлый, тёплый – это действительно неимоверно обаятельный парфюм. Очень-очень приятный. Композиция – кардамон, бобы тонко, гелиотроп, дамасская роза, мимоза и сандаловое дерево. Не так много, как во многих других парфюмах. Вы, может быть, видели довольно длинный лист сочетаний различных. Здесь немного всего, но это вот какой-то такой элегантный, тёплый, лёгкий, солнечный, спокойный. Какой-то он завораживающий такой аромат. Держится он довольно долго. Но я его сейчас уберу на лето, на весну, на лето. Нужно использовать другие, которые более подходят на зиму. Вот такой коробочке красиво всё. Так что это мимоза и кардамон.